Четырнадцатый миллион в пунктах не набирает Вячеслава Стасова, на площадке команды «Ура», «Уфа» и «Димана» принесет за область основы «Ура». Алло, режиссер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Север Санкт-Петербург. Предложим на площадку стартовые составы команд. Урал! Номер 2 Сергей Лукавин. 7 номер Глядей Кузнецов. Номер 8 Денис Григорь. 17 номер Девушки Альстер. Номер 23 Никита Алексеев. 25 номер Александр Аброзов. Лидер Роман Глазаев. 10 номер Ильи Киркетка. Матер 2 Сергей Лукавин. Равный премьер Главный мастер Константин Сиденко. Динамо 19 Роман Глазаев. 0-3 Игорь Масей. 64 номер Максим Кирилл. 0-7 Артем Шмолин. Десятый номер Ильи Киркетка. Номер 14 Антон Борин. 18 номер Александр Борин. Лидер Удалей Ширикин И Александр Соколов. Благодарю Илья Киркетка. 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 Продолжение следует... Ваш комментатор, я Виктор Сидельников. Посмотрим первую игру. На подаче Максим Шпилев. Начинает команду «Динамо» Ленинградская область. Счет 0-0. Первая партия. Итак, на подаче Максим Шпилев. «Динамо» Ленинградская область. Никита Алексеев. Диагональный. Урала. Отыгрывает первый мяч. На подачу выходит Леонид Кузнецов. Центральный. В прошлом году он играл за «Динамо» Ленинградскую область. В этом году поменял клуб. Играет за команду «Урал». Отличный блок поставили Никита Алексеев с Александром Бросимовым. Счет 2-0. Подавал Леонид Кузнецов. Передача Тесевича на диагональную своего Дьяковлева. Счет 2-1. Подает Александр Волков. В прошлом году играл за команду «Зенит». В этом году перешел в команду «Динамо» Ленинградская область. Потеря подачи. Подает диагональный «Урал» Никита Алексеев. Хотел бы коротко остановиться на мемориале Платонова. Это пока игра начинает развиваться. Потихоньку команда входит в ритм игры. Проводится турнир «Мемориал Платонова» уже 14-й раз. Международный турнир. Международную команду представляла Иску Волей Тампери из Финляндии. И 7 команд Суперлиги. В этом году достаточно представительный турнир. Очень много команд Суперлиги приехало. Потому что мяч с подачи уходит в аут после подачи диагонального Яковлева. Денис Бирюков выходит на подачу. Пока команды, я так понимаю, нащупывают тех игроков, которых они хотят подавать. Выбирают слабые места на приеме. Антон Ботин отыгрывает подачу. Сам же выходит на подачу. Обладает хорошим планером. И также силовой подачей. Сейчас подача была пламя. Наверное, в начале матча это тактические варианты. Но команды разбирали друг друга. Видно, Уралов больше подает в первую зону. И в конкретного игрока. Стараются подавать. Максим Штенев. Отыгрывает очко для команды «Динамо» Ленинградской области. Пока команда не рискует на подачу. Достаточно уверенный хороший прием. Поэтому блок не успевает перемещаться по сетке. И пасующие стараются играть в длинную сторону. Чтобы растянуть блокирующих. То же самое сейчас было. Егор Феоктистов по линии. Сергей Макаров сделал передачу в четвертую зону. Потому что там находится Игорь Тисевич. Невысокий пасующий. Через которого Егор Феоктистов атаковал в первую зону. Имея преимущество в росте и в прыжке. Хорошо. Ливера достал мяч со скидки Александра Волкова. Обе команды достаточно хорошо играют в защите. Но Максим Шпилев отыгрывает этот пячч в четвертой зоне. То же самое. Тисевич тоже старается делать передачи. И играть через своих доигровщиков. Так как доигровщики более опытные. Чем Диагональный Дмитрий Яковлев. Это вот пока в начале партии. Тисевич рисковал на подачу. Соколов хорошо в линии поднимает. Оба Ливера очень хорошо играют в защите. Поднимают мячи. Блок конкретно закрывает какую-то зону. И оставляет для Ливера пространство играть в защите. Касание сетки на блоки. Двойной блок. Леонид Кузнецов немного не успел в движении переместиться на блок. Поэтому коснулся сетки. На подаче Игорь Тисевич. Егор Феоктистов атаковал со второй зоны. Пока стараются не ошибаться игроки. Касание рук блокирующие. Никита Алексеев приносит очко команде Урал. На подаче Игорь Феоктистов. Тоже обладает двумя видами подачи. Как силовой подачей, так и планером. В зависимости от задания тренера. Сейчас выполняет силовую подачу. К сожалению. Подброс был не очень уверенный. Не очень хороший. Поэтому подача прилетела в центр сетки. Максим Шпилев. Я предполагаю, что будет тоже выбирать игрока первой или пятой зоны. Да, вот подача в пятую зону. Стараться не подавать в лигера. Никита Алексеев сделал короткий обман. Передача. Антон Ботин хотел пройти по линии. До этого четыре раза атаковал вход на разорванном блоке, когда не успевал центральный. Сейчас на групповом блоке решил отыграться от рук диагональный ваут. Но Никита Алексеев поставил четко правильно руки. И заблокировал. Немножко Денису Бирюкову не хватило, чтобы достать этот мяч. Видел, что будет обман. Прыграл немножко позже. И хотел сразу перевести мяч на площадку противника. Но не дотянулся. Александр Волков на подачу. Подают. По заданию Никита Алексеев отыгрывает мяч в атаке. По заданию подают в двух доигровщиках. Видно, что Динамо разбирало. Ушел. И в Дениса Бирюкова, и в Егора Феоктистова стараются, пока не рискуя, тактически подавать в игрока, находящегося на передней линии. Чтобы затруднить немного прием. Не было такой скоростной игры. Антон Ботин. Не рискнул сейчас. Перед этим он атаковал в блок. В двойной. И сейчас, видно, не попал в темп. Решил сделать обман. Но обман подняли. Из четвертой зоны Денис Бирюков отыгрался от рук блокирующих по первой зоне. В 13-7. Урал потихоньку нащупывает свою подачу. И за счет этого играет достаточно уверенно на блоке. Опять Антон Ботин атакует в блок. И Динамо Ленинградская область при счете 14-7 берет тайм-аут. Игорь Тисевич пасует у команды Динамо Ленинградская область. А Сергей Макаров, очень опытный пасующий, ведет игру у Урала. Видно, что Игорь Тисевич уже 6 передач сыграл на Антона Ботина. Из них 3 передачи, 2 в блок, 1 обман. Урал смог на этих атаках заработать себе 3 очка. Наверное, нужно было где-то переключить игру. Сыграть через диагонального или сыграть комбинацию пайп. Даже, может быть, с обведенного приема быстро подключить. Ну, наверное, пока не разыгран диагональный игрок. Пытается сыграть через края. Хотя Сергей Макаров на передней линии. Можно было атаковать через него. Никита Алексеев после перерыва теряет подачу. Но, видно, то же самое Урал подает по заданию. Максима Шпилева старается подключить на приеме, заставить принимать доигровщиков. Хорошая подача была от Дмитрия Яковлева. Денис Бирюков от рук играет глубоко в пятую зону. Либера Александр Шоколов сместился ближе к трехметровой линии в четвертую зону. Так как он знает, что Денис Бирюков иногда может атаковать четыре по четыре. Но Денис выбрал другое решение от рук глубоко. Вот Игорь Тесевич разгрузил немножко край. Не стал делать передачу Антону Ботину. Он сыграл при хорошем приеме через первый темп. Антон Ботин рисковал на подаче. Подавал в первую зону, так как оттуда был выход диагонального, чтобы принимающий закрыл путь диагональному выходу в атаку в первую зону. Александра Бросина тоже хорошая подача, но пока, к сожалению, не очень получается игра у Игоря Тесевича. Пытается он играть в основном через четвертую зону из хорошего приема первым темпом, но не очень хорошо получается пока. Не очень хорошая была качественная передача Максиму Шпилеву в четвертую зону. Он пытался отыграться как мог через блок. Но опытный Сергей Макаров. Тут же, пока все игроки находились в четвертой зоне, сыграл с Леонидом Кузнецовым первым темпом. От себя уход в левую сторону и очко досталось команде Урал. Каким-то чудом, да, через Сергея Макарова Максим Шпилев смог отыграть этот мяч. Передача свалилась немного в четвертую зону. Наверное, тактика выбранная на первый сет Динамо-Ленинградской области, потому что длинная доля атаки все равно идет через четвертую зону. Хорошая защита и блок Александра Волкова. Неудобная передача. Не стал рисковать. Канада не успеет. Да, переходящий мяч Леонид Кузнецов своим высоким ростом думал, что он подпрыгнул, но, к сожалению, зацепил только пальцем и мяч опустился на площадку уфимцев. Заступ с задней линии у диагонального. Артем Смоляр продолжает планером искать Егора Феоктистова. Передача достаточно хорошая была, но Никита, наверное, не попал в темп. Атака была таких эмоций на площадке. Пытаются, наверное, поберечь силы себя. Поэтому я думаю, что во второй-третьей партии уже начнется более активная игра. Опять была хорошая подача. Кириса Бирякова. Хорошо Ливера Брагин играет в защите. К сожалению, Никита Алексеев задумал правильно, мимо центрального. Была оставлена зона в пятую. В пятой зоне было место, куда можно было ударить, но технически задумал правильно, технически не смог выполнить эту атаку. Игорь Тесеевич продолжает подавать. Уже третья подача. К сожалению, сейчас не стал рисковать на подаче. Хотя... Курьезный момент. Это игроки наигрывают это на тренировках. Переброс фасующего. Фасующий сразу подбивает мяч в шестую зону. Выпрыгивает игрок, доигровщик, который находится в шестой зоне. Если нет блока, как сейчас, атакуют. Если есть блок, делает передачу. Но Антон Ботин атаковал в сетку. Вторым касанием и третьим. Дмитрий Яковлев смог перебросить мяч на сторону Урала. Такие элементы, конечно, зрелищные. Они разнообразят игру. Но это на тренировках. Вот сейчас этот элемент получился. Да, и даже игроки команды Урала поздравляют своего диагонального с успешной атакой. Потому что предыдущий удар у него не получился. Сейчас он сделал то, что хотел. Убрал мяч мимо блока. Четыре по четыре. Выиграл этот мяч. Егор Феоктистов. Передача. Никита Алексеев. Один в один закрывает Дмитрия Якуля. И сам же атакует через блок. Максим Шпилев отыгрывает мяч от блока. Момент спорный. Но, к сожалению, видеоповторов на турнире нет. Поэтому будем полагаться на линейных судей и на судей на первого и второго арбитра, которые внимательно следят за попаданием мяча в школу, площадкой или ваут, за касанием сетки, за заступом. Квалифицированные судьи международной категории. Поэтому, наверное, полностью им можно доверять. Вот Сергей Макаров подключил Егора Феоктистова комбинацию пайп, чтобы разгрузить края. Удержать блок в центре. Блокирующий концентрируется. И с хорошего приема после этого можно будет разбрасывать быстрые передачи на края, чтобы центральный блокирующий не успевал пристраиваться к крайнему. Замена была в команде Уфа. На подачу вышел Виктор Пивоваров. 99-го года рождения, 2 метра ростом. У него хороший планер. И раньше Константин Сиденко, тренер команды Уфы, выпускал этого игрока на подачу. Хороший планер в пятую зону. Приносит свой результат. Денис Бирюков одним блоком закрывает Дмитрия Яковлева. Наверное, перерыв берет команда Ленобласти. Наверное, внесут коррективы. Достаточно хороший, уверенный прием. Игорь Тисевич старается пусовать в длинную сторону. Сейчас тоже вывел на один блок Дмитрия Яковлева в длинную сторону. Но Денис Бирюков просчитал атаку в ход. Прыгнул попозже. Сместил руки вправо. Закрыл диагональное направление. И одиночным блоком принес очко своей команде. Виктор Пивоваров продолжает подавать. Видно, что вышел с конкретным задачем подачи. Хоть и закрывает игроки первую зону, чтобы было не видно вылета мяча после подачи. Но подает в пятую и подает в сетку, теряя подачу. Ну, свое дело он сделал. Два раза подавал. Молодой игрок. После перерыва, наверное, немножко расслабился. Константин Сиденко похвалил его за две подачи. Напомнил, что после перерыва нужно обязательно подавать. Как и Александр Волков, тоже не рискуя, подал в сетку. Почему нужно было подавать подачу Виктору Пивовару? Потому что после него выходит на подачу Никита Алексеев. У него хорошая силовая подача. Нужно было дать возможность ему на риск, чтобы не было... Никита... Никита рискнул на подаче. Опять Тисевич посует в длинную сторону. Вот Дмитрий Якулев. Опять же приходит к Денису Бирюкову. В этот раз пытался по линии атаковать. Но Денис перехитрил и закрыл линию. Рисковал риск, я думаю, было правдным. Потому что идет концовка. Первая подача прошла. Выиграна очко. Второй подачей можно рисковать. Можно подавать. Сильно, уверенно. Но немного мяч вышел за пределы площадки. На двойной блоке. Успел двойной блок. Но в невысокого доигровщика атаковал Никита Алексеев. Осознанно бил от рук в аут, подкручивая мяч вправо. Чтобы мяч от рук ушел в аут. Денис Бирюков на подаче. Свой фирменный скрут в первую зону. Роман Брагин. Отличный мяч. И тоже играют пайп. Два либера. Посмотрите, как великолепно играют в защите. То же самое. Быстрая передача. Во вторую зону. На этот раз блок не успел достроиться. Александр Абросилов немного не дошел. Решил закрывать ходовое направление. В разрыв между четвертой и третьей зоной был выигран мяч. Не рискнул Игорь Тесевичек атаковать. Он левша и может сам атаковать с первой передачи. Но как-то неожиданно переходящий мяч ему откинул Максим Шпилев. И Игорь был не готов атаковать. Вернул его мяч назад. Но, к сожалению, Максим не успел оттянуться. Атаковал с места. И попал в блок. Нет, мяч не достал. Блок, в принципе, поставлен был правильно. Если бы Сергей Макаров хотя бы на пару шагов был ближе, он вышел страховать подседку. Но немного не дошел до блока. Мог бы, наверное, достать этот мяч. 24-22. 24-22. Константин Сиденко берет тайм-аут. Я думаю, что это оправдано. Во-первых, нужно сбить с подачи игрока подающего. Во-вторых, сейчас он объясняет, кому пасующему договариваются, какой игрок в какой ситуации будет атаковать, чтобы остальные игроки знали, кто атакует. И они заранее выходили на подстраховку. Бьет один игрок, остальная команда подходит и страхует этот мяч. Перерыв оправданный на концовку. Определить, кто атакует. Я предполагаю, что, наверное, будет на маленьком пасующей атаковать все-таки Егор Феоктистов. Ну, Сергей Макаров решил по-другому. Отдал первому темпу. Не очень высоко. В принципе, по тактике ведения игры это было правильно, потому что еще было 24-22. Еще есть один съем, чтобы выиграть партию. Передача сделана была правильно. Ну, подняли мяч в защите. Никита Алексеев. Никита Алексеев от блока отыгрывается. Идет спор о том, что Динамо Ленобласть считает, что Никита Алексеев заступил за трехметровую линию и атаковал с нарушением правил. Но судьи не усмотрели этого нарушения. Судьи, повторюсь, у нас квалифицированные. Поэтому можно им доверять. Всегда смотрят за трехметровой центральной линией. Это прерогатива второго судьи, который смотрит на эти линии во время атаки. Он же смотрит на своем краю касания сетки. В принципе, игра складывалась в первой партии равная. С ошибками. Конечно, особенно это видно было в Динамо Ленинградской области. Сейчас, если поднесут статистику, можно будет посмотреть, сколько блоков поставили. Ну, я насчитал шесть, это точно. Поставили игроки Урала. Пока два. То, что я видел. Поставили игроки Динамо Ленинградской области. Превосходство на блоке было видно. Тактику нужно немножко поменять игрокам Динамо Ленинградской области. Олег Согрин сейчас разговаривает с Игорем Тесевичем. Обсуждают игру в длинную сторону. Олег Согрин просит немножко ускорить не такую мягкую передачу, а чуть-чуть пожёстче и немного побыстрее давать эту передачу, чтобы центрально не успевал. Но, хочу сказать, в его оправдании несколько атак было на одиночном блоке, и нападающие не справились. Поэтому претензий больших к пасующим я не вижу. Наверное, нужно добавлять нападающим в атаке. Особенно Антону Ботину, который начал хорошо партию, забил несколько мячей, но Уфимский блок подстроился к нему. Плотно закрыл направление шестая-первая зоны и не дал ему в дальнейшем играть в это направление. Составы не поменялись, составы те же самые. Начинается вторая партия игры первого полуфинала между командами Урал-Уфа, Динамо, Ленинградской области. На подаче Сергей Макаров. Некоторые тренеры любят, чтобы пасующий начинал с подачи, потом сразу, если очко не выиграно, три нападающих на передней линии, и можно начинать партию при трех нападающих, чтобы не было ошибок. Александр Волков выходит на подачу. Здесь тоже Сергей Макаров выбирает направление с Егором Феоктистовым. Он намного выше ростом и прыгает выше. чем Максим Ботин, поэтому... Алтол Ботин, извините. У него просто есть брат. Дегор не подает. Поменял место подачи. До этого в этой партии, в первой партии подавал шестой зону, сейчас перешел в пятую. Хотел подать в длинную диагональ, но у него этого не получилось. Дмитрий Яковлев на подаче. Отличная защита. Но передача была в длинную сторону, в четвертую зону. Не очень удобная. Вот то, что мы говорили в перерыве. Олег Согрин попросил немножко ускорить передачу, но, к сожалению, Дмитрий Яковлев немного не успел на эту передачу. Да, сейчас ему Олег Согрин объясняет, что будет передача побыстрее. Нужно зайти немножко в поле и чуть быстрее раздвигаться. Видно, что тренерский... Курьезный момент. Все вроде бы правильно сделал. Угадал Тесевич. Но технически обработал не очень удачно мяч. И стоя Денис Бирюков этот мяч забил. Леонид Кузнецов на подаче. Тоже какую-то изобразил подачу. Непонятно. Хотел показать, что будет подавать силовую. Хотел. Никогда эту подачу силовую не подавал. Ну, во всяком случае, последние несколько сезонов. Подача хорошая, сильная. Но Либера не справился с этой подачей. По переходящему мячу Максим Шпилев тут же послал мяч в первую зону, ближе к линии, где не было защитника. Антон Ботин. Рискует все время на подаче. Потому что есть игроки, которым на площадке дается карт-бланш, чтобы они подавали сильную подачу. Это бывает, когда за доигровщиком идет центральный, и у которого центрального планер. Поэтому, если даже будет ошибка на подаче, то следующую подачу центральный будет обязан подать без ошибки. Никита Алексеева хорошая подача уходящая прошла. Вроде бы она летела в пятую зону. В последний момент мяч был подкручен во время подачи. В последний момент мяч ушел от доигровщика. Вот опять такая же подача. И еще одна выигранная. Никита подкручивает мяч на подаче. Подает с первой зоны. У него есть и в пятую, и в первую зону. Что он сейчас и продемонстрировал. Сначала подал в конфликтную зону, между пятой и шестой зоной. И следующую отправил в длинную диагональ, чтобы не ошибиться. Быстрая передача в четвертую зону. Максим Шпилев, Динамо Ленинградская область, через спасающего Сергея Макарова, от рук отправляет мяч в аут. Артем Смоляр выполнял подачу. Сергей Макаров в центре отдал Александру Абросову передачу первым темпом. Потому что было далеко от игрока четвертой зоны. Он не смог помочь. И один в один Александр Абросов забил этот мяч. Максим Шпилев отыгрывается. Ну, видно, что Игорь Тисеевич выполняет поставленную задачу. Хоть он и извиняется перед Максимом Шпилевым, но старается пасовать жестче. Не совсем качественно, конечно, получается. Но у блока нет времени перенести руки на сторону противника. Этим пользуются нападающие, которые быстро бьют по мячу. Никита Алексеев атакует по линии. Ваут немножко не хватает площадки, чтобы он попал именно в линию. Игорь Тисеевич первую подачу подавал несильную укороченную. И вторую подачу. Опять Никита Алексеев атакует в линию. Но, к сожалению, для Динамо Ленобласти попадает в Либера. Произошла замена вместо Александра Соколова. Либера Александра. Владимир Шишкин вышел. Либера поменяли. Теперь играет Владимир Шишкин. На позиции Либера. Хорошая подача Александра Абросимова. Максим Шпилев отыгрывается. Но блокирующий показывает Егор Феоктистов. Егор Феоктистов коснул соседки. Игроки Урала пытаются поспорить. Но Егор не возражает. Значит, я думаю, что в сетке все-таки была. И видно было, как после блока сетка прогнулась. Когда Егор поворачивался. Зацепил. Иногда игроки не чувствуют касание сетки. Но судье видно, как сетка прогибается. И он смотрит именно на сетку. И не на игрока, который коснулся сетки. Сергей Макаров теперь переместился в первую зону на подачу. Первую подачу подал в шестую зону. Хорошо, что Максим Шпилев ждал этот мяч. Неожиданно от защиты мяч выскочил. Рискнул Игорь Тесевич. Но Александр Волков умеет за счет высоты, за счет быстрой руки и работы кисти, умеет эти мячи невысокие быстро сбивать влево от себя, если он уходит под связку. Если идет на связку, то в правую сторону быстро сбивает на опережение. Блок не успевает с ним прыгнуть и поставить. То же самое Сергей Макаров отвечает игрой в середине сетки первым темпом. Я уже говорил, что именно в середине сетки играет Уфа первым темпом, потому что игрок второй и четвертой зоны стоят дальше и не могут в середине помочь против игры первого темпа. Егор Феортистов получает хвалебные похлопывания и обнимания от своих коллег-игроков Урала, потому что мяч перевалился на сторону противника, получил немножко удачи и счастья. Вторая подача тоже хорошая. Но здесь Никита Алексеев с Леонидом Кузнецовым прочитали эту комбинацию, игру первым темпом, потому что Игорь Тесеевич старается играть через зону, чтобы была длинная сторона во второй на диагональную. Но здесь Никита Алексеев подошел ближе к третьей зоне и вдвоем с Леонидом Кузнецовым прыгнули и отловили первый темп. Еще одна хорошая подача и отдача первому темпу. Здесь уже сделал все правильно пасующий, потому что Леонид поднимался с пасующим, нужно было контролировать переходящий мяч. И Артем Смоляр остался на одном блоке против Никиты Алексеева и смог забить этот мяч. Ну, середина партии, и тот, и другой пасующий стараются сыграть первым темпом, пусть даже в ущерб результату, потому что счет практически равный 12-11. Леонидовость ведет. Никита Алексеев на двойном блоке отыгрывает очко для своей команды. Александр Абросилов выходит. И сам же Леонид Кузнецов выходит на подачу. Александр Абросилов вышел на переднюю линию. Мяч, да, но было очень-очень близко. Поэтому Константин Сиденко жмет, хлопает по руке Леониды Кузнецова. Направление было верно, но каких-то 1-2 сантиметра не хватило, чтобы мяч попал в площадку. Антон Ботин не рисковал, подавал планер, но с хорошего приема. Сергей Макаров разводит очень быстро, по краям, поэтому центрального блокирующим очень трудно успеть. Да и крайний стоит ближе к центру, чтобы помочь против первого темпа и пайпа. И не успевает закрыть эти мячи. Никита Алексеев также в силовую подачу. Максим Шпилев пытался исправить уходящий за антенну мяч, но, к сожалению, попал в антенну левой рукой, пытался его хотя бы перебросить. Прием был Либера над собой, поэтому пасующему далеко было бежать. С полоборота не успел до конца развернуться, и с полоборота сделал передачу в четвертую зону по качеству не очень хорошего. Перерыв взяла «Динамо» Ленинградская область. Олег Согрин пытается завести своих игроков. Так распорядилась сетка, что все игры в групповые «Динамо» Ленинградская область играла первой парой, и играли с утра, а сегодня четвертая игра, и играют после обеда. Наверное, где-то ритм сбился. Три дня не привыкли играть с утра, и игровой ритм попадает в эти часы. А сейчас немного время сместилось. Здесь уже пятый час у нас идет. Так что видно, что как-то не очень попадает в ритм игровой «Динамо» Ленинградская область. Хотя играют на равных, очков в очко практически. Это товарищеский турнир, поэтому таких надрывов и эмоций сильных, я уже говорил, ожидать, конечно, не стоит. Но такой матч, который проверяет игроков на готовность, потому что через неделю судья пока не было касания, но в защите Дмитрий Яковлев, мне показалось, конечно, было касание, но судям виднее, и линейно, и два арбитра показали, что касания не было. Сам Дмитрий Яковлев подошел, сказал, что даю слово, что не было касания. Да, я поставил руки, но мяч прилетел немножко выше. Ну, хорошая подача у Артема Смоляра. Артем Смоляр хорошую подачу подает. Вот эмоционально побежали игроки к суде. Команда Уфы выплеснулись эмоционально, не успели сконцентрироваться на прием и проиграли мяч на приеме. Еще одна хорошая подача. Ну, так просматривается по тактике с задней линии, когда Никита Алексеев атакует, ему оставляют достаточно линии, чтобы там играть в защите. Несколько раз он ударил один раз в аут, Либерас играл в защите, но как бы тактика есть тактика, чтобы успеть чтобы успеть потом на блоке и вправо и влево стоят поуже крайние. Игорь Тесевич предыдущий два раза подавал укороченную подачу. Сейчас подал сильно в разрез, но тоже, к сожалению, немного в аут. Задумка была хорошая, как раз конфликтную зону между игроками первая, шестая зона. Сандра оброчена на подачу. Хорошая подача, но и хорошая передача, и практически не было блока. И Дмитрий Яковлев не попадает в темп, в длинную диагональ. Направление тоже было правильным, там не было защитников в длинной диагонали, но, к сожалению, кистью не попал и мяч улетел в аут. Мяч за. Логовой четко показал, что мяч улетел в аут. Извиняется Дмитрий Яковлев перед Тисеевичем. Да, была хорошая передача, практически не было блока, но я не попал. сейчас поменяли тактику блокирования Динамо Леноблеса, закрыли линию, но диагональный видел, что блок слетел к линии и атаковал в диагональ. Ливера не очень удачно принял. Игорь Тисеевич не стал рисковать передачей через всю площадку, оставил своему диагональному, который находился на передней линии, мягкую передачу, качественную. И Дмитрий Яковлев отыгрался от блока и принес очко своей команде. Александр Волков на подаче. Этот раз решил силовую подачу Егора Феоктистова выключил его из атаки во второй зоне, но с высокой передачей Никита Алексеев на треном блоке отыгрывается от блока в аут. В принципе равный счет по одному очку то одна то другая команда набирает на съеме пока не очень рискует на подачу в концовке. Дмитрий Яковлев отыгрывается от рук блокирующих но перед этим Максим Шпилев наверное немножко низковатая была передача он был с приема пошел показывает что я с приема чуть-чуть не успел передача была хорошая но я не успел добить до пола этот мяч потому как был с приемом не хватило скорости динамо но ленобласти проспала свой мяч переходящий но так закончилось хорошо та же тактика тактика объясняют тактика И быть готовым к переходящему мячу. Будет Дмитрий Якилев рисковать на подаче. Или в концовке. Да, рискует. Немного не долетела передача до четвертой зоны Сергея Макарова. Но Денис Бирюков умеет с показом обманывать. Сделал замах. Показал, что будет атаковать. И тут же положил мяч в третью зону за блок. Доигровщик Ленобласти пытался достать этот мяч. Но полшага не хватило. Именно показ сбил, что будет атака. А то он бы не успел. Еще один пайп в концовке в исполнении Тисевича на передаче и Максима Шпилева. Сейчас Максим не принимал то, что до этого объяснял Олегу Согрину, тренеру, что я был с приемом. Мне нужно было немножко выше поднять. Сейчас он был без приема. И поэтому он успел на эту передачу и забил этот мяч. С быстрого приема Сергей Макаров рискнул. Сделал передачу зоны первому темпу Александру Абросину. Но Александр, к сожалению, полшага не успел дойти до сетки, до этого мяча. И с согнутой рукой поставил мяч в вальд. И тут же Антон Ботин делает подарок команде из Уфы. Подает в сетку. Никита Алексеевна подача. Было касание Максима Шпилева. Хорошая подача по линии. В этот раз не стал подкручивать мяч, уходящий в поле. А наоборот, подал подачу плоско, прямо по линии. До этого Максим все время принимал мяч с правой стороны в площадке. И был не готов, что мяч пойдет прямо по линии. Мяч зацепил сетку. Поэтому был достаточно хороший прием. Но Игорь Тесевич одной рукой отдал передачу первому темпу. И опять же, из-за того, что Артем Шмоляр высокого роста, дотянулся до этого мяча и аккуратно положил в середину площадки. Санжел на подаче. Мяч сыгран на стороне противника. Не дотерпел опытный игрок Александр Волков. Поднимает руку, что я виноват. Сергей Макаров долго ждал. Потом резко сделал передачу. И Александр Волков ударил и по мячу, и по руке. На стороне уфимской команды. Игорь Тесевич тоже завершает эту партию первым темпом. 25-23 партии. 1-1. 1-1 по партиям. Перерыв. Тренерский коллектив и той, и другой команды сейчас несет какие-то коррективы в игру. Подскажет еще, что получается, что нет. Что нужно делать. В какую зону подавать. Где больше блокировать. Что нужно делать. 8-1. 1-2. 6-5. 6-5. 6-4. 6-8. 1-2. 7-6. down. 1-2, henceра petits. Команды готовы выйти на площадку, чтобы продолжить игру. Счет по партиям 1-1. Визуально на площадке те же шестерки, только опять Александр Соколов начинал первую партию. Вторую Либера играл Владимир Шишкин. Теперь назад вернулся опять Александр Соколов на площадку. Максим Шпилев на подаче. Сегодня видно, что больше загружают на приеме, особенно при выходе с первой зоны. Загружает Егора Феортистова, чтобы выключить его из нападения. Быстрый прием. Игорь Тисевич. Ничего не оставалось, как сделать высокую передачу во вторую зону. Но и Дмитрий Яковлев тоже выполнил очень хороший обманный удар. Положил прямо за блок. Здесь страхующие, к сожалению, не могли достать этот мяч. Нужно было блоку самому пытаться себя подстраховать. Но блок понадеялся, что сзади кто-то страхует. Александр Волков выполнил хорошую подачу. Сам же достал мяч в защите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Выигрывает этот мяч. Первую партию Александр начинал с планера. А сейчас, видно, уже вошел в ритм игры. И еще один мяч он. Выигрывает. Опять неразбериха. И опять Ботин Смоляр. Переходящий мяч. Пропускает и не выигрывает. Но это хорошая игра в защите. Александр Волков четыре раза коснулся мяча в этих эпизодах в защите. Но последний, к сожалению, он не поднял. Опять разбирается, кто же, динамовцы, кто же должен бить этот мяч. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Алексеев на подаче. Хорошая подача. Правда, Александр Соколов достаточно уверенно и принял. Но ошибка на передаче в длинную сторону. Комбинация зоны. Артем Смайлов-Яр промахнулся по мячу. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Алексеев опять подает. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять подает. АПЛОДИСМЕНТЫ В Александра Соколова. Наверное, рискует длинную диагональ. Пока в начале партии. Старается на силу подавать длинную диагональ. Соколов принимает. Но, к сожалению, Дмитрий Яковлев бьет на разрозненном блоке. Как раз центрально не успел дойти. И мяч улетел в аут. Опять подача на силу. И опять атака в аут. Все извиняются. Нападающим все извиняются. И никто не может попасть в площадку. Олег Согрин вынужден взять перерыв. Счет 5-2 в пользу Урала-Уфы. Вот Никита Алексеев рискнул в начале партии. Делал тактически все правильно. Две подачи в длинную диагональ. С тем, чтобы наименьшая вероятность ошибки была. Такая длинная диагональ. Это больше метров. И после этого сильная подача в 6-ю зону. Интересно, сейчас рискнет подавать сильную? Или после перерыва нужно ввести мяч игру? Потому что команда впереди. Может быть, нужна даже тактическая подача. Игроки на той стороне закрепущены. Ждут сильную подачу. Ну, прямо в руки. Принимающего Хороший блок. И также Никита Алексеев забивает Блок смягчил атаку Антона Ботина. Доводка на разрозненный блок Быстрая передача. Никита Алексеев Как раз между блоком Нашел дырочку, затепив руки. В конфликтную зону между 5-й и 6-й Отправил мяч. Мяч в площадке. Видно, как Никита перед каждой подачей Настраивается. Медленно идет на подачу. После свистка выдыхает. На хорошем подбросе. Подает подачу. Теперь в пятую зону. Испробовал уже все подачи. Толботин не рискует. Не рискует атаковать. И замена связующего. Готовится хорошо. Подстраховал Егор Феоктистов. В первую зону Никита Алексеев пошел страховать. А Егор сместился. Видел, что будет обман длинный. В первую зону сместился В открытую зону. Даем хорошую ночь. И опять И опять подача проходит. Опять сильная. На этот раз Мяч в площадке. Немного Не сдвинулся В левую сторону блок. Открыл диагональ. Хотя и был тройной блок. Но здесь И мяч мимо блоку прошел. Сергей Макаров по своему первому темпу. Потому что на передней линии Владислав Жлоба вышел. И Абросимов атаковал против Артема Смолера Один в один. Наверное, Денис Береков имел право на риск. Потому что перед ним хорошо отрасывался Никита Алексеев. Максим Пурин выходит в доигровку вместо Максима Шпилева. хорошо лидера Роман Брагин подстраховал. И от блока в аут очень хорошо Егор Фианкистов очень хорошо отыгрался от Владислава Злобы. Нашел там, где блок ниже. скрутил мяч от рук влево. И мяч шел в аут. Я думаю, сейчас Олег Согрин еще поменяет нескольких игроков. Потому что разрыв достаточно великий в этой партии. Уфимцы показывают, что ночь был аут. Но, к сожалению, я не успел увидеть камеру. Не успел. Да. Плюс-минус. Где-то может быть даже и провызор уфимцы. Но флаговому виднее. Он как раз стоял по длинной линии и видел в миллиметры мячик задел площадку. Сергей Макаров весь сбитый прием старается сыграть на Никиту Алексеева те мячи со сбитого приема, которые находятся дальше трех метров. Он отдает атаковать Никите Алексееву. Играет через своего диагонального не очень. Узкая передача. Небыстрая. Зависла. Да. Максим Пурин любит атаковать такие мячи. Но, к сожалению, передача очень мягкая была. к сожалению, уфи видно. Уфин сочетают. Леонид Кузнецов приходит и вправо и влево. Три высоких блокирующих за два метра. Хорошо приносит руки. Нужно что-то придурывать. так просто 2-4 конечно очень тяжело играть. Тем более, Сергей Макаров хорошо подает длинную диагональ. То же самое Сергей Макаров в длинную сторону. Очень быстрая передача. Таймаут берет Динамо Ленинградскую область. 5-14 нарвались на блок. Не задействуют игроков первого темпа. Динамо из Ленинградской области. К сожалению, не подключают пайпы в разрывы. Поэтому никаких загадок для блока. Высокие ребята стоят на блоке. Видно, как мягко мяч летит или вправо или влево. И длинную сторону и в короткую успевают, читают, плотно закрывают зоны. Еще прыгают чуть попозже нападающему. Практически не видно, где располагается блок. Пытается нападающего уйти от него, но уфимцы выполняют все по классике. Пока все хорошо. И там, и там, как говорят пасующие не можете забить вы, буду атаковать я. Поэтому Владислав Злоба решил атаковать. Еще одна замена вместо Антона Ботина вышел. Дмитрий Леонтьев. Практически проигранная партия. Ничего не получается, поэтому Олег Согрин решил поменять состав и центрального. Мельников Артем вышел до игровщиков, сменил и пасующего. Остался на площадке один из основного состава, который начинал эту игру и дальше проиграл две партии Дмитрий Яковлев. Леонид Кузнецов развел руки на блоке и в эту руку как раз нападающий и попал. Вторым действием сделали правильно, ушли взлет за головой. Леонид не смещался за своим центральным, поэтому была возможность отыграться от блока. Внять площадку. Максим Пурин подает в длинную диагональ, опять же под линию. Хитрый Сергей Макаров, вы не видите, сейчас позвал мальчика, чтобы сделать какую-то паузу. вытереть площадку. Небольшая пауза, принимающие успокоились. Это легкий симболь, переходящий не забили и не довели. Дмитрий Яковлев тоже не может состыковаться с мячом. Вроде бы передача была неплохая и один блок, но как-то мяч в руку не ложится. Я напомню, что сегодня четвертый игровой день. Практически все команды до этого турнира не играли, никаких матчей, сидели на сборах, занимались физической подготовкой, поэтому так резко переключиться на волейбол, задействуя на другие группы мышц, бег, прыжки, перемещение. Ну, волейбол динамическая игра, поэтому утомляемость мышц тех ребят, которые находятся на площадке после сбора общей физической подготовки идет чуть быстрее, ее нужно переработать эту нагрузку. Сегодня ничего не может забить практически Дмитрий Яковлев хоть и разводит руки, не понимает, как его выходить под этот мяч. На месте последующего, наверное, нужно было что-то придумать, отпустить диагональному, тем более партия уже практически проиграна, нужно заиграть свежих игроков, которые сейчас вышли на площадку, чтобы они поиграли. Вот четвертая зона Дмитрий Леонтьев между блокирующих Владиславу нужно, наверное, изменить немножко тактику, чуть побольше подключить первый темп и двух доигровщиков, которые только что вышли. посвежее, чтобы они немножко подергивали и для блоков будет небольшая загадка. они подстроились к одним нападающим, а сейчас другие играют. Нужно то же время, чтобы перестроить блок. Никита Алексеев отыграл мяч и медленно идет на подачу, настраивается на подачу. В зале немножко душновато, поэтому игроки теряют воду из организма. Майки мокрые, стараются экономить силы, резко не дергаются. Ну вот, да, Владислав попытался сыграть пайп, но, к сожалению, это тоже у него не получилось. Без первого темпа Артем Смолер пошел не в ту точку, которая нужна для пайпа, и пришлось повесить мяч прямо на него. Максим Пулин не смог отыграть этот мяч. Хорошо, разнообразно подает. Длинная сторона. Сейчас не стал Денис Беликов рисковать. Отдал мяч, немножко низковато было. Потом достали и через пайп все-таки Сергей Макаров игрок поопытнее в сборной России играл. Опыта достаточно. Ведет игру разнообразную. мяч. Аплодисменты. Папа. 21 10 делает паузу опять урал уфа грамотно тактически ищет места мокрые на площадке под бьется со всех игроков поэтому перед подачей делаю грамотную паузу чтобы укрепить площадку ну да да зацепил зацепил сергей макаров находился на задней линии сделал все прекрасно показал что будет играть этот мяч и нужно было его просто отпустить или касаться вот мяч зацепил руку и я показал сергей макаров сыграл на стороне соперника еще одна такая же вот сейчас такой же прием и такая же фишка сергея макарова который поднимает руки иногда он пропускает этот мяч противник не знает прыгать или нет и сейчас он взял и перевел мяч на сторону противника игрок 5 зоны подошел подстраховать но перекинул мяч на заднюю линию замена наверно отдают при таком счете себе отдохнуть на площадку вышел ярослав остраховский он повыше пасующие подменил сергея макарова перед четвертой партии константин сиденко делает правильно дать немного отдохнуть сергею егор феоктистов не стал рисковать и первый темп хорошо прошел из-под первого темпа и подождал пасующий сделал передачу ярослав остраховский еще не вошел в игру поэтому игроки артистов высокий игрок надо не забывать что быстрая передача должна еще или и высоту мяч да не коснулся разблокирующих пытается исправить прием но чисто тактически только вышел связующие наверное сыграть попроще в ближнюю сторону и дать возможность игрокам понятно что разрыв счете большой но нужно дать возможность нападающим самим отыграться как повезло никита алексеев сумел подстроиться к этой быстрой передачи блок немного слетал поэтому от блока мяч ушел в ад но совсем немного 24 13 сандра бросили 25 13 заканчивается это партия для один позже команды урал уфа небольшой перерыв между партиями который длится три минуты олег согрин ярославом василенко обсуждают кого поставить на эту партию тренерский тандем почему они пришли кто выйдет на площадку думаю урал уфа менять ничего не будет те же ребята которые играли три партии сейчас находятся на скамейке готовится выйти на следующую партию и и Продолжение следует... Продолжение следует... Четвертая партия... Первый полуфинал... Динамо-Ленинградская область... Урал-Уфа... 2-1 впереди... Урал-Уфа... Небольшие изменения... Произошли... В команде... Динамо-Ленинградская область... Максим Пурин... Теперь играет в диагонали... Антон Ботин... Максим Шпилев... Центральные те же... И... Пасующий Владислав Злоба... Вместо Игоря Тесевича... Александр Волков... И Артем Смоляр... Центральный... У команды Урала... Эту партию... Чуть-чуть... Константин Сиденко... Подкрутил... Если вторую партию... Начинал с подачи... Сергей Макаров... Это сейчас... Егор Феоктистов... На один номер перешли... Там был выход с первого... А сейчас выход с шестого... Поставил... Максим Ботин... Ну... Владислав начинает... С пайпа... Показывая тем самым... Что он готов комбинировать... Что в третьей партии... Только... Входил в игру... Разгинался... Будем надеяться... Что... Сейчас будет побыстрее... Передача... И немного... Поразнообразнее... Александр Волков... Посылает мяч... С подачи в аут... Леонид Кузнецов... Диагональ... Вот... Владислав... Злоба... Начал игру... В центре сетки... Первый... Мяч был отдал... Был отдал... Пайп... Второй... Первым темпом... Тем самым... Заставляя игроков... Урала... Блокирующих... Становиться... Лиже... Эти... Становится... Ю... Чтобы закрывать центр площадки... Ну... Отблокировали... Дениса... Билюкова... В короткую сторону, не очень скоростная передача. Блок все видел, сместился. Максим Пурин, хоть и играет диагонального игрока, но в этой расстановке Максим Шпилев не меняется в четвертую зону. Так как он повыше ростом, он остается во второй зоне. Такая тактическая схема с невысоким диагональным имеет место. Становится еще Максим Пурин, сам отыгрался от блока. Олег Согрин ищет варианты, так как у Никиты Алексеева очень хорошая подача. Он подключил тоже расстановку, теперь четвером принимает его подачу. Хорошая атака Максима Бутина по задней линии, но, к сожалению, что и гонит. Денис Бирюков все четко видел. Егор Фиартистов обзвал блок. Четыре по четыре. Олег Согрин также придерживается тактики. С Либера одну партию играет. Первую, третью играл Александр Соколов. Вторую, четвертую. Владимир Шишкин начинает. Также очень много ошибок, к сожалению, у Динамо Ленин и Ленобласти. Вроде бы, Надел сейчас повезло, конечно, Максиму Пурину, что Егор Фиартистов развел руки. Так-то сыграл в мяч хорошо. Да, вот он показывает, сыграл в мяч хорошо и сам даже проявил эмоции. Как же так, я смог. Вроде бы и по месту, и так хорошо прыгнул, но... Не ладится у Ленобласти, к сожалению, и с подачей. А так и через раз. Немножко нужно эмоционально добавить ребятам. Тем более, некоторые игроки только вышли в третьей партии на площадку. Чуть ли они, Кузнецов, не оклавил Александра Волкова, но благодаря своему мастерству Александр очень хорошо, я говорю, в начале репортажа. Вводит мяч вправо и влево, видит, где блок, откручивает его от блоков. Не идет подача в динамовцев. Наверное, нужно уже перейти на какую-то тактическую подачу в одного из игроков, принимающих, чтобы хотя бы чуть-чуть стабилизировать игру, чтобы можно было играть на блоке и в защите, а не только на съемках. Потому как игра только на съемках, не приносит брейковых очков. И так хорошо Владислав сглоба прыгнул. Показал, что будет сам атаковать, так как тоже Левша находится на передней линии. И отдал без блока Максиму Пурину на заднюю линию. Анатол Ботин не рискует планером, но Максим Бирюков уже не был готов к этому. Хорошая подстраховка. Сергей Макаров доставляет в защиту. И, ну, Максим Шпилев отыгрывается от рук блокирующих. Хороший эпизод. И с одной и с другой стороны, хорошая игра в защите, подстраховки. Динамо Ленобласти. В конечном итоге Максим Шпилев отыгрывает очко для своей команды. Также Анатол Ботин на подачу посмотрит. Будет рисковать. Ну, делает правильно. Очень много потерь было до этого. То, что я говорил. Может быть, не с таким риском, но какого-то игрока в одного нужно внести всю подачу. И работать на блоке, чтобы можно было брейкеры очки. Решили, что Дениса Бирюкова выберут жертвы. Да и теперь играет на блоке. Тренер Константин Сиденко Урала вынужден брать тайм-аут при счете 7-10. Ну, при равной игре тактическая подача. Не потерял подачу, поддержал Антон. И блок сработал. Три очка на блоке. И один трудовой мяч достали в защите. Сыграли. Запасные динамы или новости начали побадривать свою команду. Здесь мы прочитали. Здесь Максим Шпилев выиграл с Сергеем Макаровым, который находился на задней линии. Не угадал. Сергей Макаров достал этот мяч и делал передачу без блоков. И игроков артистов. Он же сейчас и на подаче. Ну, Владислав подключал. В 2006 году он же комбинация и пайп. Правда, блок угадал направление атаки. Но вот этот мяч попал на голову и улетел далеко в трибуну. Ну, Сергей тут же отвечает тоже первым темпом. Понятно, середина партии. Нужно уже заигрывать первый темп. Нужно показывать центральным блокирующим, что я не боюсь играть первым темпом. Он же должен стоять центральным блокирующим в середине и ждать своих нападающих. Хорошо. Денис Бирюков достал из скамейки запасных этот мяч. Да, не очень хорошая удоводка первая. Владислав отыгрался, но, к сожалению, технически потом этот мяч спасти не удалось. Плохая удоводка. Конечно, можно было попытаться не обманывать, а сделать передачу. Но так уже стоял близко к сетке Владислав, что ему было неудобно пасовать этот мяч. Он решил его обмануть. Практически равный счет. Эфирцы догнали. Передача в длинную сторону. Конечно, разница в передаче двух пасующих здесь дает себя знать. Я смотрел предыдущие игры. Основным пасовал Игорь Кисевич. Чуть-чуть пожестче и побыстрее. Сейчас длинная сторона. Максим пошел на эту передачу. Но мяч улетел за антеной. Сейчас была взвешенная передача. Конечно, с такой передачей Максим чувствует себя более уверенно. Есть возможность посмотреть, где блок, показать какое-то направление и ввести мяч в другую сторону. Поборолись, поборолись за этот мяч Диманов. От радости, что побежала вся команда, пытаясь спасти этот мяч. Не только Либера, но и всей командой побежали. Либера нужно было чуть-чуть подхватить этот мяч. Даже Вербов, Алексей Вербов поучаствовал в борьбе за этот мяч. Помогли Димановым сыграть. Ботина такая ошибка, конечно, непростительная. Нужно было согнуть ноги и внизу обработать снизу двумя руками этот мяч. Но решил, что мяч-то был не проигран на стороне. Нужно было делать это снизу, чуть погрузил, присесть, отпустить мяч по сетке, потом выбить его. Будьте у Сергея Макарова, совершенно правильная атака Максима Пуриева от блока лаут, сильный удар. Сергей не может перенести кисти на сторону противника, поэтому нужно бить плёжкий мяч в руки, он отлетит ваут. Максим не рисковал по направлению подачи правильно, но вышло в аут. Здесь уже блок стоял, ждал. Стоял, ждал, взлет за головой. И четвёртая, и третья зона, и центральная. Здесь прыгнули вместе, высокие ребята смягчили. Ну, потом Артём Смоляр уже просто не успевал четвёртую зону на блок. Пытаются эфирцы держать мяч в игре, в шестой зоне строго по центру, остальные зоны закрывают, выходят в защиту. Чисто технически сейчас просто не удержали мяч в руках, сильный удар был, поэтому мяч Денис Беряков вроде бы обработал, но налетел ваут. Кстати, Артём Смоляр сегодня достаточно много затруднил. Несколько мячей выиграл на подаче, подаёт в одну и ту же зону. Вроде бы, эфирцы готовы к этому, но подбираются между пятой и шестой зоной, подача идёт. Они подбираются, вот сейчас уже более-менее разобрались, кто принимает этот мяч. Далёкий принимает лидера, короткий доиграющий. И перед этим немного не так и не стали в приёме. Конечно, быстрая передача, угроза первым темпом, на маленьком блокирующем удар в ход. Александр обросил, показывает, что забросил мяч за голову и не стал сильно бить по мячу. Но, к сожалению, мяч не долетел до сетки. Игорь Флоктистов там же через маленькую, через линию забивал. Сейчас то, что я говорил, правильно стали в приёме. Длинную подачу принимает игрок в шестой зоне задней, а сейчас короткий, игорь Флоктистов принял самый-самый шоу в нападении. Здесь обманный удар. От большого желания. Такой мяч, лёгкий мяч. Леонид поднимает руку. Да, я виноват. Но видел, что позади линии никого не было. Ещё раз хотел бы повторить, что это тренировочный турнир. Первый раз команды после сбора УФП играют игры. Поэтому есть скидка на то, что некоторые элементы в игре не получаются. И подача, и атака, и такие вот лёгкие мячи переходящие, которые, думаю, через месяц-полтора уже начнут все справляться, будут более конкретно это делать. Олег Саврин берёт тайнаут на подаче Егора Феоктистова. Просит на приёме не принимать, принимающих не принимать на сетку, а ставить мяч чуть-чуть ближе в площадке. Потому как связующий не очень высокий и тяжело, конечно, соседочные мячи ему на грани переходящего мяча очень тяжело ему эти мячи выпасовывать. После перерыва Егор Феоктистов на подачу рискует, но в зону лидера, хотя можно, наверное, было в концовке попробовать. Александр Волков спрашивает, буду подавать планер или силовую. Так думаю, получил добро на планер в конце. Хотя нет, решил подавать силовую. Здесь, наверное, на блоке чуть неправильная тактика, так как Александр Волков подавал и в пятой зоне играл не лидера. Ну, так по игре Никите Алексееву диагональному Уфимского Урала открывают линию, Максим Шпилёв также открыл в конце линии. На центральном играющем в пятой зоне в защите нужно было их закрыть и дать возможность в диагонали сыграть в защите. Ну, это повезло в защите. Ну, и потом очень радуются у Финца. Действительно, попали в Сергея Макарова первому темпу. Он успел подставить руки. Хороший мяч в защите не пропадает. И потом отыграли на блоке. Молодцы. Это трудовой мяч. 18-21. Еще один тайм-аут берет Олег Согрин. И, наверное, попытается все-таки как-то в концовке переломить ход этой партии. Хотя шансы есть. Одна-две подачи, игра на блоке. Можно войти в равную концовку. Отставание в три мяча. В концовке, конечно, отыгрывается. Такая концовка начинается после 22-х. Поэтому, в принципе, все. Ничего не потерялось. Все возможно. Для Динамо Ленинградского области. Опять замена произошла. Пивоваров Виктор вышел на подачу вместо Леонида Кузнецова. Но на этот раз не так эффективно, как было в предыдущей партии, когда он выходил. Обратная замена. Сам же пытался поднять мяч в защиту. Но чуть-чуть не получилось. Сейчас Владислав ушел на заднюю линию. Но подачи не произошло. К сожалению. Хорошая была расстановка. С тремя нападающими. С тремя нападающими и блокирующими передней линией. Нужно было подавать подачу в концовке. А сейчас Никита Алексеев. До этого очень хорошо подавал. Достаточно хороший прием. Быстрая передача через первый темп. Через Сергея Макарова на блоке. Через спасающего. Максим Пурин. Именно в эту точку произвел удар. Где блокировал Сергей. Ну, сейчас было непонятно. Поддерживались тактики Никите Алексееву закрывать ход и открывать линию. И Либера играет в защите в пятой зоне. А Антон Ботик почему-то решил, что нужно закрыть линию. И такому диагональному, мощному открыл всю площадку. Астраховский Ярослав выходит вместе с Сергеем Макарова на блок. Максим Пурин отыгрывает. И тут же Сергей Макаров возвращается назад. Видно, что у тренера подготовлены заранее план на игру. У него есть замена на подачу. И есть замена посующего на блоке. 21-23. То же самое. Улетает Антон Ботин в контейнер. Тянет за собой центрального. Открывает весь ход. Диагональ туда забивает. Александр Абросилов не подает подачу. Замена посующего. Нет, замена подающего. Да, Дмитрий Яковлев выходит на подачу. Ну и в это время как раз Константин Сиденко берет. Берет куриный игрок, который не играл. Свежий выходит на подачу.